И к другим темам. Ковид атаковал планету два года назад. Человечество ведет с ним борьбу с переменным успехом. Жертвами этого вируса в мире стали миллионы людей, а выздоровевшие нередко сталкиваются с последствиями этого недуга. Часто страдает сердечно-сосудистая система. И в этом случае людям необходима реабилитация. Элла Шахова продолжит. Как показала практика, одной из наиболее уязвимых для ковида оказалась сердечно-сосудистая система человека. В Ульяновском кардиодиспансере после перенесенной болезни прошли и еще проходят реабилитацию около 200 пациентов. У кого даже была скрытая какая-то ситуация, недиагностированная, то есть даже пациента не было, еще пациентом кардиологическим выявляется много болезней. У кого-то вообще дебют возникает гипертонической болезни, у кого-то ишемической болезни выявляется. То есть фактически ковид, он проявляет, в общем-то, даже вот скрытые какие-то болезни. Сатурацию мерили, сколько было? 95. Без кислорода. Пульс как? Пульс нормальный. Как общее эмоциональное состояние? Тревога на кальте есть? Да нет, тревога нет. Наталья Томабекова сейчас находится в реанимации областного кардиодиспансера. Сюда она попала после ковидного госпиталя. Вернее, прямо из него. Тяжелое течение болезни дало осложнение. 56% поражения было. Я 10 дней не помню лежала, как потом очнулась 10 дней. На боку вся уже никудышня. Выкарабкалась, слава Богу. Господь не оставил меня там. Там не желаю никому быть, конечно. Очень страшно. Очень страшно все это. Ну вот так вот. Почему страшно? Ну не знаю. Многие не выдерживают. Уходят люди. Наталья Томабекова не перестает благодарить медперсонал и ковидного госпиталя, и кардиодиспансера. Говорит, вытащили, помогли. Специалисты отмечают, что последствия пережитого во время болезни бывают и психологического характера. Неврозы, депрессии. Здесь с этим также стараются помочь. Например, арт-терапией. Ну вот даже по этому рисунку можно сказать, что здесь вот с эмоциональной сферой более-менее все нормально. Потому что рисунок полный, яркие краски. То есть очень важно, это вот тоже, оно эмоциональный фон повышает. Арт-терапия, она очень хорошо снимает как раз вот эти вот страхи, снимает боязнь, неуверенность. То есть эмоциональный фон, он становится более светлым. А чтобы помочь работе сердечно-сосудистой системы в качестве реабилитации после ковида, пациенты кардиодиспансера получают здесь электроимпульсную, а также магнитно-импульсную физиотерапию, физиолечение, массаж и даже кислородный коктейль. Теперь опять обе руки и вращаем. Раз, два, два. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Спасибо. Спасибо.